В таком жестком спорте как ММА, каждая минута идет на вес золота, и особенно драгоценно то время между раундами, которое порой может перевернуть ход боя. Это настоящий оазис для бойцов, поскольку они могут вернуть себе немного сил, подышать, смочить горло и залатать пару сечек, пока его команда будет подбадривать и давать советы. Тем не менее, иногда все происходит так, как мы не привыкли видеть. Сегодня я расскажу вам о 15 странных, ужасных, сумасшедших и неожиданных моментах в ММА между раундами. И поверьте, на это стоит взглянуть. Время Ромеро и Тимом Кеннеди случилась вопиющая попытка нарушить правила, и произошло это между вторым и третьим раундом. На турнире UFC 178 в 2014 году кубинский боец выходил на последний отрезок времени, будучи потрясенным в прошлом раунде и находившись на грани поражения. Во время отдыха Юэль жадно поглощал воздух, в то время как его катмен нанес слишком много вазелина на рану, что привлекло внимание рефери, который попросил его убрать. Все это происходило не слишком торопливо, а сам кубинец сидел и отдыхал на стуле, пока его оппонент демонстрировал возмущение. Комментаторы, зрители, рефери и работники UFC все были в шоке от такой наглости и хитрости Ромеро. Но, наверное, это и стало его ключом к победе, поскольку, пережив шквал ударов в конце второго раунда, он смог победить спустя минуту в третьем отрезке времени. Фанаты позже насчитали около 30 лишних секунд, которые Юэль просидел на стуле. После боя Тим Кеннеди был очень недоволен этой ситуацией, и охране пришлось развести бойцов по сторонам. После окончания ивента UFC на шоу ESPN 6, бой Грега Харди и Бена Сосали был признан несостоявшимся, хотя изначально по очкам победил бывший футболист. Оказывается, Грег использовал ингалятор между вторым и третьим раундом, что и привело к такому результату поединка. Предположительно, в устройстве был альбутерол, бронхорасширяющий препарат с мгновенным действием. Естественно, в основном он используется при астме. Для бойцов он разрешен в любое время, если дозировка не превышает 800 мкг за 12 часов. Харди нажал на ингалятор дважды, каждый раз равен примерно 90 мкг. Менеджер Грега Малки Кава сразу заявил, что команда бойца знает правила, и Харди разрешили использовать ингалятор глава UFC Дана Уайт и вице-президент организации по вопросам здоровья спортсменов Джефф Новицкий. Харди все подтвердил. Мы были в клетке, я и мой тренер спросили у представителя комиссии, можно ли мне использовать ингалятор. Нам сказали да, поэтому я и принял его. Я все еще новый парень в этом виде спорта. Я действовал так, как в любой другой ситуации. Спрашивал разрешение, получал его и делал то, что мне говорили. Вице-президент UFC Марк Ратнер, который ранее был исполнительным директором атлетической комиссии штата Невада, сказал, что никакого разрешения конкретно от комиссии Харди не получал. Команда бойца обратилась к инспектору, у которого нет полномочий для такого вердикта. Грег Харди ответил, что ингалятор просто уравнивает шансы, так как без него он не может нормально дышать, рискуя умереть. Вы контролируете свои диафрагму и легкие. Они могут нормально расширяться и сжиматься. Мои нет. Это ограничивает дыхание и поток воздуха. У многих людей здесь есть дети с астмой. Вы не можете их оставить без ингалятора, иначе они умрут. Я просто очищаю так дыхательные пути. Это помогает дышать мне так же, как и вы. Просто уравнивает нас. Тем не менее, дозировки находились в пределах, и уже совсем скоро мы увидим Харди снова в строю. Крис Либбен всегда был известен как жесткий боец, и поэтому для многих стало шоком то, что во время перерыва между раундами он завершил карьеру. После того, как его спас сигнал об окончании первого отрезка времени в поединке с Юрайей Холлом, Крис сел на стул и попросил остановить бой. С меня хватит, я закончил. Так Либбен дал понять своей команде, что он закончил карьеру бойца. Да, именно во время боя. Это было фантастическое приключение. За это время я выбросил столько ударов, сколько некоторым и не снилось. У меня были свои взлеты и свои падения, и сейчас пришло время отойти от состязаний и заняться тренерской деятельностью. После UFC 168 я хотел немного подождать и убедиться, что это решение не основано на эмоциях. И теперь я могу уверенно заявить, да, я действительно завершил карьеру в ММА. Мне 33 года, и это не слишком много для бойца, но я всегда говорю, не важно сколько вам лет, важно сколько вы этим занимаетесь. И я делаю это уже очень долго. На воскресном UFC 238 ковбой и Тони фактически сражались за право подраться за титул в легком весе, которым владеет Хабиб. И их поединок предсказуемо превратился в триллер. Бойцы устроили кровавую рубку в стойке, а концовка получилась максимально неожиданной. Два раунда прошли в равной борьбе. Бойцы избивали друг друга по разным этажам, но Тони чаще бил по лицу. Его джебы, локти и правый хук уже к первому раунду оставили несколько следов на лице соперника. А после второй пятиминутки правый глаз ковбоя закрывался. Мог усугубить ситуацию неприятный эпизод на последних секундах. Фергюсон не услышал гонг и ударил ковбоя по лицу по истечении времени, за что получил предупреждение от рефере Дэна Мираглиотты. Сирона подлатали в углу, он встал, чтобы продолжить бой, но дальше случилось неожиданное. Ковбой высморкал кровь из разбитого носа и глаз моментально заплыл. Медицинское оправдание этому простое. Во время высмаркивания кровь вместе с воздухом попало в лобные и верхнечелюстные пазухи, что спровоцировало полное закрытие припухшего глаза. В итоге Фергюсон победил техническим нокаутом, а именно остановкой врача. Во время поединка Мелвина Гелларда и Рониса Торреса произошел интересный случай. Угловой Рониса во время перерыва уронил лед и работникам UFC пришлось его очень долго убирать. Мало того, что они не смогли сделать это быстро, поскольку ведро постоянно падало, так они еще и решили в конце концов его просто сдвинуть к краю клетки, с чем Джо Роган был крайне несогласен, посчитав их тупыми. На турнире UFC 94 состоялся долгожданный реванш между Джорджем Сен-Пьером и Би Джей Пеном, и интерес у публики был огромным, учитывая их близкий первый поединок. Несмотря на то, что Пен обещал выйти насмерть во второй схватке, он уступал канадцу на протяжении всего боя, и уже после четвертого раунда боец отказался от продолжения. Но у команды Пена осталась парочка вопросов к угловому Джорджа, который между раундами натирал своего подопечного мылом. Много было разговоров на эту тему и обвинений со стороны бойцов, но никаких наказаний в итоге не последовало. И спортивная комиссия могла посчитать, что это был вазелин, который не запрещен, по крайней мере для лица. На турнире UFC 219 Хабиб Нурмагометов вышел на новый уровень треш-токинга, разговаривая с президентом промоушена прямо между раундами. Впервые он это сделал в поединке с Майклом Джонсоном, но во время схватки с Барбозой все вышло на совершенно новый уровень. Эй, Дана, я без семьи уже три месяца, моя жена беременна, но я не плакал и не ныл по поводу этой ситуации, как некоторые. Я пришел сюда, потому что я мужчина, и я должен продолжать работать. Без травм я снесу всех легковесов. После победы над Эдсоном Хабиб получил титульный бой, и до сих пор он остается непобежденным чемпионом. В 2018 году мир смешанных единоборств увидел одно из самых жестких избиений за всю историю женского ММА. Пресцилла Кашуэйра впервые проиграла в карьере Валентине Шевченко, но обидно после поединка ей было не только из-за этого. В первом раунде Пресцилла повредила колено, о чем позже в перерыве она сказала тренеру, но ее команда не посочувствовала и не поддержала ее морально. Наоборот, тренер просто сказал ей заткнуться. Никто и не знал, что у Кашуэйры будет серьезное повреждение связок колена. И после того, как она заткнулась, ее отправили биться во второй раунд, где это избиение и закончилось. Рори Макдональд и Робби Лоулер в 2015 году показали всему миру свои окрывавленные и измученные тела, продемонстрировав характер и жесткость. Эти кадры между четвертым и пятым раундом их второго боя облетели весь мир, и многие фанаты и бойцы признали этих двух воинов, а их сражение впоследствии стало одним из лучших за все время. Два окрывавленных зомби смотрели друг на друга и не собирались сдаваться. После этой битвы Рори испытывал проблемы со сломанным носом, а у Лоулера была порвана губа на две части. Невероятный и пугающий момент, который навсегда останется в истории. Джорсен Пьер снова оказался в этом топе. На этот раз за его знаменитую фразу во время боя с Тиаго Алвесом в 2009 году. После хорошего раунда канадец занял место на стуле и он сказал тренеру, что его пах поврежден. Реакция его наставника многих шокировала. Джордж, мне все равно, мне пофигу, понимаешь? Эй, посмотри на меня, вот так и появляются чемпионы, ты понял? Сейчас ничего не имеет значения, выйди и ударь его своим пахом. Сент-Пьер не стал бить своим половым органом бразильца, но продержаться последний отрезок времени он смог, после чего уверенно забрал победу. Ракель Пеннингтон неожиданно для всех провела неплохой первый раунд во время боя с Аманда и Нунес. Хотя многим бывшим чемпионкам даже этого не удавалось. Позже инициатива полностью перешла в руки бразильянки, что неудивительно. Уйдя на перерыв, перед последним отрезком времени Пеннингтон поняла, что ее сломанный нос и боль в ноге, которая недавно срослась после травмы, не позволяет ей больше держаться против чемпионки. Она встала со стула, повернулась к тренеру и сказала. «Я все, я не могу больше». Наставник решил ее переубедить. «Нет, нет, я знаю, тебе очень больно, но ты должна пройти через это. Измени свое мышление, мы тебе поможем». Получив поддержку от команды, Ракель решила выйти на последний отрезок времени, в котором проиграла техническим нокаутом. Угол девушки впоследствии был подвергнут неимоверной критике за этот инцидент. Но сама Пеннингтон гордится своей командой, которая не бросила ее в трудный момент. Шейн Бургас сумел войти в историю, как первый боец, которого постригли прямо в октагоне UFC. В дебютном поединке боец решил сделать так. Если он не выиграет в первом раунде, то его команда должна будет состричь его хвост, который ему постоянно мешает. Да, это очень запоминающийся момент, но это мы обсуждали еще до боя. Никто же раньше не делал этого? Я думаю, за это мне должны были дать бонус. Может быть за бой вечера? В итоге дополнительных денег Бургас не получил, но первый поединок в UFC он выиграл. В 2017 году команда экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Холли Холм подала официальный протест на результат титульного поединка с Жермейн Дерандами, завершившегося единогласным судейским решением со счетом 48-47, трижды в пользу голландской спортсменки. Основанием для апелляции послужили действия главного рефери матча, Тодда Андерсона, который не наказал Дерандами за удары, нанесенные сопернице после окончания второго и третьего раунда. Напомним, что в концовке второго раунда Холм фактически оказалась в нокдауне, пропустив удар соперницы после гонга. Однако рефери не только не снял очки с Дерандами, но и вынес предупреждение только после того, как Железная Леди повторила тот же трюк в концовке третьей пятиминутки. Рефери Андерсон предупредил Дерандами только после фола в концовке третьего раунда, хотя должен был сделать это еще во втором раунде, гласит апелляционное заявление. Согласно правилам атлетической комиссии штата Нью-Йорка, рефери должен был уже после второго фола снять одно или несколько очков с Дерандами. Но поскольку Тодд Андерсон не вынес даже предупреждение, Дерандами повторила фол в концовке третьего раунда, нанеся два удара Холм после гонга на перерыв. Если бы рефери Андерсон действовал в точном соответствии с правилами NYSAC и снял с Дерандами очки, согласно пунктам 212.10 и 212.11, поединок за титул UFC в полулегком весе завершился бы в ничью, если не победа их Холли Холм. Мы с уважением просим комиссию проанализировать неудачные действия рефери Тодда Андерсона, который был не способен правильно оценить фол и Дерандами после второго и третьего раунда и изменить результат поединка. В итоге результат боя не был изменен. Майкл Биспинг, защищая свой титул против Джорджа Сен-Пьера, попал в неприятную ситуацию. В перерыве между раундами он дал понять рефери, что его защита паха порвалась, и вместо обсуждения тактики ему пришлось провозиться весь перерыв с экипировкой. Он вручил ее большому Джок, который в итоге вернул ее бойцу, но уже без резинок. Возможно, это и стало началом конца для Биспинга, поскольку он даже не сумел послушать наставления команды и изменить ход игры. Но стоит отдать ему должное за то, что он без проблем продолжит бой. Но это еще не все, ведь Сен-Пьер также испытал проблемы с экипировкой и также в этом раунде. Его капа пропала, и он, как и Майкл, потратил все время на поиски новой. В общем, интересный получился отдых у бойцов, который в итоге оценили комментаторы. После ухода из команды Джексон Винка, Диего Сенчеса решил обойтись без привычных для всех угловых, пригласив к себе в помощники только одного человека. И это был тренер по самосознанию. Конечно же, у этого парня не было никакого опыта и никаких навыков в боях. И это был тупой поступок со стороны самого бойца. Между раундами Джош Фабио давал Диего очень странные советы. И позже Джо Роган назвал этого тренера цирковым клоуном. Мне нужен Тайсон. Мне нужны твои удары. Позволь ударам попасть. Время пришло. Больше не играйся. Тебе нужно 100% победить. Настало время. После такой поддержки Диего уступил Кьесе с большим отрывом.